Доброе утро, коллеги! Меня зовут Мария Ольховик, я ведущий редактор редакции немецкого языка Центра лингвистического образования и издательства просвещения. И сегодня тема, которую я хотела бы посвятить, осветить, это погружение в иноязычную культуру СУНК Горизонта. Начнем мы с понятия иноязычной культуры. Иноязычная культура есть достаточно большое количество интерпретаций. Для меня более явным определение, которое вы видите в данный момент на слайде, что иноязычная культура является интегративным образованием, включающая в себя совокупность языковых, этнических, поведенческих явлений и процессов, традиционных для носителя языка. Вообще содержанием образования является культура. Поэтому резонно предположить, что содержание неязычного образования значительно шире. Даже, можно сказать, богаче и важнее, чем это традиционно представляется. И на данный момент мы попытаемся это обосновать. Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов образования, вообще, фактически включает в себя четыре аспекта. Четыре аспекта иноязычного образования. Первое — это познание, второе — развитие, третье — воспитание и учение. Познание нацелено на владение культуроведческим содержанием неязычной культуры. Сюда относится не только культура страны, сюда относятся, собственно, факты страны, факты культуры, но и также язык как часть самой культуры. Второй аспект — это аспект развития, который нацелен на владение психологическим содержанием неязычной культуры. То есть это способности, психические функции и так далее. Третий аспект — это воспитание, нацелено на владение педагогическим содержанием неязычной культуры. Это нравственные, моральные, этнические аспекты. И последний аспект — это учение, которое нацелено на владение социальным содержанием неязычной культуры. В социальном в том смысле, что речевые умения осваиваются как средство общения в социуме, в обществе. Любой учащийся должен знать и уметь реализовывать те функции, которыми наделено каждое из речевых умений и общение в целом. Если можно говорить о практическом предназначении иностранного языка, то не только в смысле осознания указанных функций о владении ими, но и в смысле осознания практического результата, который скрывается, который даже сказывается на овладении речевыми умениями в зависимости от уровня овладения культурологическими, психологическими, педагогическими аспектами содержания неязычной культуры в процессе овладения этими аспектами, а не после. Итак, Ефим Израилевич Пасов дает такую интерпретацию иноязычной культуры, что иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, которую чаще может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном, развивающем, воспитательном и учебном аспектах. Обобщенно схематично, даже обобщенно схематическое представление, а неязычная культура как содержание неязычного образования и средства достижения его цели недостаточно. Необходимо деление на более мелкие аспекты, которые не станут объектами овладения. На каждом уроке постепенно и системно, шаг за шагом происходит овладение именно теми так называемыми квантами, которые целесообразны с методических позиций, с точки зрения технологии. Одной из отличительных черт данной концепции является то, что предлагается четко определить объекты овладения не только в учебном аспекте, но и в познавательном, развивающем, воспитательном и распределить их в системе образования и также основными средствами овладения, то есть упражнениями. И сейчас мы с вами подробно разберем 4 аспекта, которые являются составляющими иноязычной культурой. Первый аспект, на котором мы остановимся, это познавательный. С осмотрения иноязычной культуры начинается с данного аспекта не случайно, у познавательного аспекта положение особое, с него все начинается, от него, точнее даже от фактов культуры. Мы отталкиваемся в предлагаемые нами образовательные технологии. Культуровическое содержание жизни того или иного рода, как известно, очень объемно. Вряд ли найдется человек, который станет утверждать, что он владеет всем культурным багажом своего родного народа. В то же время этот человек, безусловно, является носителем своей культуры, понимает ее, чувствует ее дух, обладает собственным менталитетом. Как достичь такого же понимания в иноязычном образовании? Исходная позиция такова, что первая посылка – это взаимопонимание в межкультурном диалоге, достижимо лишь в том случае, если участники диалога знакомы с национальной культурой и признают ее самоценность. Вторая посылка – это менталитет. То есть, как бы мы его ни определяли, менталитет складывается благодаря владению самой культуры. Третья посылка – всю культуру страны, изучаемую иностранного языка в полном объеме, в процессе иноязычного образования, усвоить невозможно. И четвертая посылка – это усвоение разрозненных, пусть даже и многочисленных интересных фактов культуры. Не обязательно приведет к так называемому вхождению в чужой менталитет, поскольку менталитет является сложным явлением, и он является системным по своей природе. Из этих четырех посылок следует, что необходимо создать модель культуры того или иного народа, модель, которая могла бы, так сказать, в функциональном плане замещать реальную систему культуры. Главной задачей модели культуры должно быть не только понимание другой культуры, сколько духовное совершенствование учащихся на базе новых культур и ее диалога с родной культурой. О владении культуры есть также постижение ценностей народа, которое осуществляется на трех уровнях. Первый уровень — это на уровне восприятия, то есть познавательное значение знаний. Второй — это уровень социальный, то есть прагматическое значение знаний. И третий — это на уровне личностного смысла. Для первого уровня достаточно иметь представление о фактах культуры. Для второго нужно владеть понятиями и уметь совершенствовать какое-либо действие. Для третьего уровня необходимо уже суждение, связанное с личными, эмоционально-ценностными отношениями к факту чужой культуры, когда как факт чужой культуры может переживаться как факт своей культуры, личной культуры. Также нужно подчеркнуть, что данная концепция является ведущим уровень третий — это уровень овладения культуры. Модель культуры следует усвоить обязательно. Так как без этой базы у нас не сформируется менталитет. Что может входить в реализацию данного понятия — это реальная действительность, представленная предметно. Данная действительность может быть представлена на потоснимках, иллюстрациях, плакатах, схемах, слайдах, может быть, в рисунках, символике, каких-либо документальных фильмах, кинофильмах, на компьютере. Реальную действительность можно видеть и в учебниках серии «Горизонты». В данных учебниках представлено большое количество материала о природных фактах, о каких-либо достопримечательностях, о явлениях. Многочисленные, достаточно полные, даже не полные, много информации, которую можете почерпать и узнать из этих учебников, узнать что-то новое. Следующее, что входит в реализацию модели, также вы видите, что входит в реальную действительность, это еще некоторые вырезки из учебников, это символика, которая была представлена в учебниках «Горизонты» в девятых классах. Символика, то есть здесь представлены у нас гербы городов России, основных городов России, и карта, но карта, если я не ошибаюсь, это карта Берлина. Следующее, что входит в реализацию модели, это реальная действительность, представленная также предметно-вербально. Это могут быть программы ТВ, это могут быть радио, это могут быть билеты, билеты могут быть как в кино, в театр, это могут быть этикетки товаров, анкеты, объявления и тому подобное. Все это можно также найти в учебниках серии «Горизонты». На слайде вы видите анкету. С правой стороны это анкета, которая представлена в восьмом классе, с левой стороны анкета, представленная в старших классах, десятых. Билеты и программы. Следующее, что входит также в эту модель, это изобразительное искусство. В учебниках серии «Горизонты» достаточно большое количество материала про искусство. В одиннадцатом классе пятая глава направлена на развитие навыков чтения, говорения, аудирования. И все это взаимосвязано с темой искусства. На слайде вы можете видеть картину Марка Шагала и также некоторые произведения искусства Бориса Трома. Следующее, что входит в данную модель, это изобразительное искусство. Там также в учебнике девятого класса представлены картины Георга Флегеля и Зинаиды Серебряковой. Следующее, что входит в модель, это художественная литература. Также справочная, фикробическая и научная литература. Это могут быть комментарии к фактам культуры, например, путеводители, карты, планы города. Следующее, это средства массовой информации. Учебные и разговорные тексты. Также это могут быть аутентичные тексты, высказанные носители языка своей культуры. Помимо этого, может быть общение с учителем как ретранслятором и интерпретатором культуры другого народа. Иностранный язык как неотъемлемый компонент культуры является также аккумулятором и носителем, и выразителем. И выразителем как средством неотъемлемого компонента культурно-остеряного языка является знание строя системы языка, которое используется в процессе овладения им, точнее, также речевыми умениями в виде правил инструкции, пояснений структурных и функциональных обобщений, сформулированных каких-либо закономерностей, знание о функциях языка, речевых умениях как средства общения, знание о нормах речевых отношений, этикете, знание о так называемых фоновых знаниях, которые располагают все члены национально-культурной языковой общности, и которые потенциально заложены в пословицах, в афоизмах, в фразеологизмах, крылатых выражениях, знание о невербальных средствах общения, и знание о статусе, истории развития языка, ее роли в мире, взаимосвязи и взаимоотношениях с родным и родными другими языками. Следующий аспект, второй, который мы рассмотрим, это развивающий аспект. Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры заключается в том, что он направлен на развитие в индивидуальности ученика таких ее свойств, которые играют наиболее важную роль для процессов познания. Система иноязычного образования нацелена на развитие и саморазвитие человека, может также управлять процессом становления индивидуальности, моделируя желаемый результат. Основываясь на цели развивающего аспекта, развиваясь, развивать то, что играет главную роль, важную роль в процессе познания, воспитания ученика, а также на сущности процесса развития человека, логично будет считать, что ответственными развитием должны быть способности, которые позволили бы осуществить функционирование познавательной, эмоционально-оценочной и преобразующих сфер деятельности учащегося. Почему именно способности? Потому что именно способности могут развиваться из имеющихся и у индивидуума задатков, и развиваться они могут также только в процессе деятельности. Поэтому можно сказать, что развитие личности – это раскрытие и реализация способностей, развитие способностей в образовательной деятельности благотворно скажется не только на ней самой, но и заложит также основу для самообразования человека и его последующей жизнедеятельности в целом. Следующий аспект, на который также мы остановимся, – это воспитательный аспект, так называемое педагогическое содержание на язычной культуре. Будучи связанным с культурой, основной на ней воспитательный аспект переставит быть чем-то дополнительным. Он вытекает из сущности самой коммуникативной технологии. Воспитание не может рассматриваться в ней метода. Чтобы увидеть воспитательный потенциал коммуникативной технологии обладения и на язычной культурой, необходимо, во-первых, понять, что она основана на системе функционально взаимообусловленных принципах, объединенных едины и стратегической идеи, принципах также речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере на язычной культуре воспитательный заряд, и поэтому они волькут учителя и учащихся в глубине, и также смогут развить духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал образования зависит от культуроведческого содержания используемых материалов, а также от их потенциальных возможностей. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной культуры должен делать все от него зависящее, чтобы сформулировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования, то есть так называемому человеку духовному. И последний аспект, на котором мы остановимся, это учебный аспект, то есть социальное содержание иноязычной культуры. Содержание учебного аспекта составляет те речевые умения, которыми должен овладеть учащийся, как средствами общения. То есть он должен овладеть всеми видами речевой деятельности, говорения, аудирования, чтения, письма, возможно также и перевод, а также, собственно, умение общаться. Каждое из умений основано на определенных навыках и механизмах, которые обладают определенными качествами. Процесс формирования речевых навыков и развития речевых умений понимается нами как процесс формирования целостного речевого механизма, а формирование речевого механизма как процесс уже развития самой личности. Следствием из этого является совершенно иной характер коммуникативной технологии. Необходимо также напомнить, что учебный аспект составляет социальное содержание иноязычной культуры, поскольку его результаты непосредственно направлены на социальный нужный человека, то есть умение успешно общаться в другом социуме. В основе этого умения лежит система речевых средств, которыми обычно владеют грамотные носители языка. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что суть предлагаемой концепции иноязычного образования, как концепции развития иноязычной культуры в диалоге культур, является достижением поставленной цели и обеспечением предлагаемого содержания иноязычного образования, для которого также необходимо создать определенные условия, которые служили бы основой и механизмом образовательного процесса. При изучении немецкого языка в школе главной целью является у учащихся развитие последовательного и систематического развития речевой деятельности, а именно, как я уже до этого говорила, развитие четырех видов деятельности — аудирование, говорение, чтение, письма. Речевая деятельность — это активный, целенаправленный процесс передачи и приема сообщений, выражений, который выражен через языковую систему и зависимый от ситуации самой общения. Как всем известно, формы речи делятся на устную и письменную, все виды речевой деятельности отличаются друг от друга, соответственно, выделяются четыре вида речи, основные виды вообще речи, не письменные, а виды основных, четыре основных виды речевой деятельности — это аудирование, чтение, письмо и говорение. Главная цель обучения предмету немецкий язык является формирование коммуникативной компетенции, которая включает в себя несколько компонентов — это коммуникативные умения в говорении, аудирование, чтение в письме, также языковые знания и навыки владения этим языковым стройматериалом для порождения и разнования информации, также лингво-страноведческие и страноведческие знания для обеспечения социально-культурного фона, без которого невозможно формирование самой коммуникативной компетенции. Школьники владевают иностранным языком как средством общения и должны уметь им пользоваться во всех видах речевой деятельности. Начнем мы с аудирования. Аудирование — это рецептивный вид речевой деятельности, который связан с восприятием, пониманием устного сообщения. При отборе материалов, которым будут пользоваться сами учитель в своей устной речи на уроке, следует учитывать следующие цели, которые он преследует. Во-первых, это развитие учащегося умения слушать и понимать иностранную речь. Во-вторых, известное расширение пассивного словаря учащихся и развитие у них догадки по контексту и в процессе слушания. Цель обучения аудированию можно выделить следующий. Это развивать определенные речевые умения, обучать умению общаться, развивать необходимые способности, запомнить речевой материал, научить учащихся понимать смысл высказываний, выделять главное в потоке информации и также развивать слуховую реакцию, слуховую память. Все эти цели отражены в учебниках серии «Горизонты». Представлено достаточное количество материала. Все аудиоматериалы записаны носителями языка. И аудиотексты находятся на сайте издательства просвещения, которое находится в бесплатном доступе для скачивания. Вы можете пройти спокойно по ссылке, найти необходимый вам учебник и скачать аудиоматериалы. Большое количество аудиоматериалов в девятом классе и для старшей ступени уже представлены в форматах итоговых экзаменов. В девятом классе это в формате ОГЭ. В десятых и одиннадцатых классах это уже задания, представленные в формате ЕГЭ. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это обучение чтению, которое также отражено и представлено в учебниках серии «Горизонта». Чтение также является рецептивным видом речевой деятельности, который связан с восприятием и пониманием письменного текста. Для понимания иноязычного текста предполагается владение набором фонетических, лексических и грамматических информативных признаков, которые делают процесс опознания мгновенным. Хотя в реальном процессе чтения, в процессе восприятия осмысления протекают одновременно и тесно связанные умения и навыки, обеспечивающие его процесс, принято условно делить на две группы. Это связано с техникой, с технической стороной чтения, то есть это восприятие графических знаков и соотносение их с определенными значениями. И второе — это вторая группа, которая обеспечивает смысловую переработку воспринятого материала. Есть несколько направлений и педагогических требований к организации процесса обучения чтению. Это практическая направленность процесса обучения, дифференцированный подход в обучении, интегрированный и функциональный подход и учет особенностей родного языка. Также следующий вид речевой деятельности — письмо. Это продуктивный вид речевой деятельности, обеспечивающий выражение смысла в графической форме. В методике обучения иностранному языку письмо и письменная речь являются средством обучения и целью обучения иностранному языку. Письмо — это техническая составляющая письменной речи. Письменная речь вместе с говорением выводит на продуктивный вид речевой деятельности, и письменная речь выражается в фиксировании какого-либо содержания через графические знаки. Как я уже говорила, письмо тесно связано с чтением, поскольку в их системе заложена одна графическая языковая система. Письмо помогает вырабатывать грамматический навык. Грамматический навык, также бесписьменная работа учащегося письма тяжело будет освоить лексический и грамматический материал, и развить грамматические и лексические умения у учащегося при изучении иностранного языка. И последнее — это говорение, развитие коммуникативных способностей школьника. Говорение также является продуктивным видом речевой деятельности, который выполняется в процессе устного вербального общения. Содержание говорения — это выражение мыслей в устной форме. В основе говорения заложены как произносительные, так же лексические и грамматические навыки. Целью обучения говорения на уроке иностранного языка является формирование таких речевых навыков, которые позволили бы учащемуся использовать их в неучебной речевой практике, на уровне общепринятого речевого общения. Это поездка в город либо страну изучального языка, общение в метро, общение в ресторане, в отеле. Реализация этой цели также является и связана с формированием учащихся следующих коммуникативных умений. Первое — это понимать и порождать иноязычные высказывания. Второе — это осуществлять свое речевое и неречевое поведение. Третье — это пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком. Важнейшим методом учения является также коммуникативная речевая ситуация. Коммуникативная ситуация как метод обучения говорению состоит из четырех фактов. Это обстоятельств действительности, в которых осуществляется коммуникация. Отношения между коммуникантами — это официальное и неофициальное общение. И реализация самого акта общения. Общение может устроиться в индивидуальном порядке, то есть это общение в двух человек. Оно характеризуется непосредственностью и доверительностью. В групповом общении — это в едином процессе коммуникации участвует более двух человек. И публичное общение протекает, оно сравнительно с большим количеством человек. По этой причине коммуникативные роли участников публичное общение обычно предопределены. То есть есть у нас оратор и слушатель. И также монологическая речь — это когда один у нас человек высказывается на какую-либо тему. Также отработка грамматических навыков и мнений непосредственно связана со всеми видами речевой деятельности. Данную отработку можно видеть и в чтении, и в говорении, и в аудировании. Это непосредственная составляющая, невозможно овладеть иностранным языком. Все, о чем мы говорили с вами ранее, все эти виды речевой деятельности, составляющие, аспекты, все представлено в серии УНК «Горизонты». Достаточно обширные материалы, написанные носителем языка. Большое количество игровых материалов, большое количество упражнений, которые направлены на формирование лексических умений и навыков. В состав УНК «Серии Горизонты» входят для средней ступели учебники для 5-9 классов. На слайде вы видите учебники и рабочие тетради. Также для 5-9 классов есть контрольные задания. Контрольные задания 5-6 класса, 7-8 класса и 9 класса. Помимо, на что хотела бы обратить внимание ваше, что контрольные задания для 5-6 и 7-8 классов, в них представлен письменный контроль учащихся. Также есть итоговый тест контроля учащихся в конце учебного года, критерии оценивания. Ключи размещены на сайте издательства в бесплатном доступе для скачивания. Тетради подготовки к ОГЭ и контрольные задания включают в себя пошаговую подготовку к ОГЭ. В ней представлена также проработка всех видов речевой деятельности. Это чтение, говорение, письмо, аудирование. В данной тетради для подготовки к ОГЭ у нас есть 11 контрольных работ для устного и письменного контроля. Также есть дополнительный блок для говорения. И данное пособие можно использовать как для работы в классе, так и для работы дома, для самостоятельной подготовки учащихся. В 2017 году в издательство просвещения вышло новое издание, новое пособие, аналогично к контрольным заданиям. Это тренировочные задания для подготовки к ОГЭ 9 класс. Вы можете ее найти в интернет-магазине издательства просвещения. Помимо контрольных заданий, помимо рабочих тетрадей и учебников, в УМК серии Горизонты есть также аудиоматериалы, о которых я говорила ранее. Вы можете найти их на нашем сайте. Как их найти, я расскажу чуть позже, в конце нашего вебинара. Также на сайте издательства можно найти книги для учителя. Книги для учителя с 5 до 9 класса можно скачать бесплатно. То есть не надо ничего платить, вы просто заходите на наш сайт, регистрируетесь и скачиваете. К сожалению, в данный момент печатной версии данных КДУ нет. Это было решение руководства издательства. Но если наберется достаточное количество заказов, это более тысячи, то, возможно, и будут печататься книги для учителя для 5-9 класса. Также на сайте УМК Горизонты доступны программы для 5-9 класса и рабочие листы. Вот вы видите скриншоты из рабочих листов. То есть это, я считаю, очень хорошее дополнение для работы в классе. Можно брать какие-то либо задания, которые будут дополнять ваш урок, либо делать какие-либо упражнения из данных рабочих листов, учащиеся могут делать дома. Теперь расскажу вам также о старшей линии УМК Горизонты. Это для 10-11 классов. На что хотелось бы обратить ваше внимание, также, что рабочая тетрадь для 11 класса, она не называется Arbeitsbuch, она имеет немного другое название. Это тетрадь-тренажер для подготовки к ЕГЭ. И на немецкий она называется Übungskog. В состав линии для старшей ступени входят рабочие программы. Также можно найти... А, сейчас они находятся в разработке, да, пока не можете найти. Но в скором времени они будут уже вывозены на сайт, и вы можете их скачать. Книги для учителя там находятся, аудиокурсы бесплатно для скачивания. Что касается нашей интернет-поддержки, то любую информацию, помимо немецкого языка, вы можете найти на индивидуальных сайтах, на сайтах самого УМК, который поддерживает УМК, в котором есть дополнительная информация о каждом УМК. По немецкому языку это вот три слайда внизу, которые относятся к нашему УМК. Это сайт УМК Горизонте, сайт УМК Вундеркинде и сайт УМК НС Львовный Бим. На этих сайтах, как я уже говорила, вы можете найти дополнительные материалы. Также издательство «Просвещение» есть в социальных сетях. Информация представлена в Центре лингвистического образования, о наших редакциях, о наших продукциях, в таких социальных сетях, как ВКонтакте, в Facebook, а также в Instagram, в Twitter. Все вебинары, записи вебинаров вы можете найти, пройдя по данной ссылке. Даже если вы не успели просмотреть вебинар, всегда вебинар в течение, наверное, минимум трех, максимум недель выкладывается на сайте. Вы можете прослушать вебинары, либо даже, если вы какие-то детали упустили, еще раз посмотреть, повторить что-либо. Также в конце 2017 года у издательства «Просвещение» появился канал в YouTube. Он называется «Просвещение иностранной языки». На данном YouTube-канале выкладываются записи вебинаров, выкладывается информация о наших пособиях, выкладываются какие-либо разработки, либо дополнительная информация по нашим пособиям. У нас есть методический журнал «Иностранные языки». Там размещено большое количество статей об обучении иностранному языку. Также вы можете принять активное участие в работе данного журнала, можете разместить свою статью на любую тему, которая связана с обучением языка, немецкого языка. Все требования есть на данном сайте. Заходите, интересуйтесь, пишите. Мы будем только очень рады вашим публикациям. Где можно купить пособие издательства «Просвещение»? Это в интернет-магазине тоже, который появился в прошлом году. Вы заходите на главный сайт издательства «Просвещение», это «Прос.ру», открываете интернет-магазин. В интернет-магазине вы вводите необходимые вам предметы, в нашем случае это немецкий язык, и у вас появляется пособие, которое есть в продаже. Также помимо учебников, рабочих тетрадей, в интернет-магазине вы можете найти электронную форму учебных пособий. Электронная форма учебных пособий стоит 94 рубля, одна лицензия дается на один год. Помимо интернет-магазина издательства «Просвещение» можно купить нашу продукцию также в интернет-магазине «Азон.ру» либо в магазине «Лабирент.ру». И в книжном магазине, который сотрудничает с нашим издательством, это магазин «Узнайка», который находится на Дмитриевском шоссе. Вся информация, мейл, почта и телефон указаны на данном слайде. Если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете обратиться в методический отдел Центра лингвистического образования. Здесь указана почта и добавочные телефоны. Либо также вы можете написать в заведующей редакции немецкого языка Центра лингвистического образования и здательства «Просвещение» это Ларисия Владимировна Гейкина. Мы стараемся отвечать как можно быстрее на вопросы, которые направляют на наши почты. Если вдруг мы не отвечаем, вы можете продублировать. Иногда письма теряются в корзинах, в спам попадают. Но мы стараемся отвечать, помогать, высылать какую-либо информацию для каких-либо особей, если у вас не получается что-либо скачивать. Либо также вы можете обращаться ко мне, писать на мою почту, звонить, не забывайте также о допашенном телефоне. На сегодня это все, что я хотела сказать. Большое спасибо за внимание на вопросы. Нет вопросов, сертификаты. Там только, по-моему, кто-то в горизонт. Большое спасибо за вебинар. Надеюсь, вебинар был полезен для вас. Вы подчеркнете какую-либо информацию из данного вебинара. Смотрите вебинары с издательством просвещения. Хорошего вам дня. Хорошей вам рабочей недели. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.